Диагностика состояния и параметров системы управления двигателем и коробкой проводится программным обеспечением TechStream, установленным на простеньком ноутбуке. То есть используется так называемый Complete T-Slide Kit. На практике дальнейший сценарий обычно зависит от причины обращения клиента. В случае ярко выраженной неисправности, которую клиент описывает внятно, и она действительно присутствует, то начинать надо с полноценной диагностики, а также обязательно проверить параметры системы управления. Более простой вариант – это когда клиент обращается с непосредственной просьбой перепрограммировать блок управления его автомобилем. В обоих случаях обязательно считывается номер программного обеспечения калибровки. Кстати, считывание номера версии программного обеспечения доступно не только таким специализированным программам диагностики, а также обычным диагностическим сканерам режима Generic ABD-2 EuroABD. В нашем случае перепрограммирование выполняется по просьбе клиента. Процесс обновления калибровки нельзя приостановить, и кроме этого существуют ограничения по напряжению бортовой сети автомобиля. В инструкции по проведению этого технологического процесса в соответствующих сервисных бюллетенях указано в явном виде, что необходимо обязательно обеспечить напряжение на аккумуляторной батарее 13,5 В. Для этого мы воспользуемся соответствующим режимом этого цифрового зарядного устройства фирмы Steg. Существуют и другие меры предосторожности. Не отключайте интерфейс от диагностического разъема и компьютера. Управляйте замком зажигания согласно указаниям программы. Не подключайте электрическую нагрузку автомобиля. Не включайте аудиосистему, освещение салона, кондиционер, вентилятор-радиатор и вентилятор салона. Не нажимайте на педаль тормоза. Надежно затяните стояночный тормоз. Перед программированием убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена. Если блок управления двигателя установлен в моторном отсеке, убедитесь, что капот открыт и температура в отсеке не превышает 70 градусов Цельсия. Рычаг переключения должен быть установлен в нейтральное положение. Для моделей с автоматической трансмиссией в положение паркинг. Тщательное соблюдение этих предосторожностей позволит избежать недоразумений и неприятностей.